Академия порядочных парней Всем привет! Может быть 2020 год оказался не таким веселым, как хотелось бы Но в этом году вышло столько крутых и одновременно трешовых треков Что пародии на них чаще всего оказываются лучше оригинала О таких мы сегодня и поговорим в этом ролике У тебя есть 5 секунд, чтобы поставить лайк, прежде чем квадратные овсы начнут плясать по треке тиктокеров Ну и давайте сразу наберем 25 тысяч пальцев вверх Чтобы в следующем году было еще больше крутых пародий В том числе и от нашего канала Поехали! 20 год по китайскому календарю это год крысы А после того, как все единогласно называют Моргенштерна музыкантом года То становится понятно, кто есть эта самая крыса Ничего удивительного в том, что самая популярная пародия на Кадиллак снята в деревне И наверняка в той же деревне колхозят машины, похожие на Кибертрак Как тебе такое, Илон Маск? Пародии поинтереснее есть у любителей самой популярной игры 20-го года Самое страшное, что может случиться с битом Кадиллака Это когда Егор Шип под него признается, что он не тиктокер После роликов Вероники Степановой стало опасно называть себя тиктокером и ютуб-журналистом Ибо автоматически случается камин-аут А следующая пародия на Кадиллак чуть более, чем полностью сотканная из мемасиков После всего этого безумия Мишаб Кадиллака и Беллиджина можно считать настоящим произведением искусства Примерно в одно и то же время с релизом Кадиллака вышла новая линейка процессоров Intel Которая стоила как ковер-самолет и грелась как печка AMD одержала очередную победу Особенно отчаявшиеся люди пытались скрестить Кадиллак и Барбариков Ну и наконец в интернет слили запись того, что происходило в студии во время работы над треком Думаете, Кадиллак это единственный трек Моргена, который был спародирован? Помните мем про песню Ай с разными голосами? Самая популярная пародия так-то Но это в ТикТоке На Ютубе правят баллов фанаты мобильной версии Counter-Strike Помимо Ай с разными голосами существуют еще и Ай с разными массами Наконец-то духовенство заметило бесноватость Моргенштерна и решило его пародировать Даже животные читают понятнее, чем Моргенштерн Ладно, хватит на сегодня Алишера А то ведь будет еще ныть, что весь ролик состоит из него Поэтому перейдем к битмейкеру А знаете ли вы, что Слава удачно подрезал этот трек? Оригинал был исполнен в 95-м году А клип показали пару раз в 97-м на Муз ТВ А теперь успокаиваемся, убираем дизлайки, удаляем гневные комменты Это утверждение было всего лишь шуткой Трек полностью написан Славой А Жора-князь умеет делать крутые каверы в стиле 90-х Даже веришь в приколы из тиктока с этими коврами А в этой пародии искренне радуются каникулам Ну хорошо, хоть не перемене Ну и чтобы окончательно решить вопрос со Славой Посмотрим пародии на этот трек Такое ощущение, что на озвучку пародии позвали Жмышенко Валерия Альбертовича И это единственная смешная пародия на Фэнди Ядерный потанцевал этого трека явно недооценен Пока интернет-аудитория давилась треками Алишерушки-дурачка из одноименной народной сказки Самой прослушиваемой песней на радио была юность группы Добро Из-за ностальгического посыла трека пародии на него получились, но очень добрыми Даже терроризирование старушек в Рыщевках под этот трек выглядит слишком милым Звук поставим на всю, громко включим маяк Если кто-то не спал, вы простите меня Нам суставы лечить нужно сегодня с утра А как вам такой прикол? Назвать студенческую пародию школьной, чтобы набрать побольше классов Поставим на всю, позовем мы ребят Я колонку несу, но басы там хребят Мы с бабульками тут посидим до утра А вот еще одна школьная пародия, но уже со стороны учителя Другой тучей пародий обзавелся совместный трек Нелета и Клавы Коки Крош из спешариков облегченно вздохнул, узнав, что его не называют Крашем Даже грустно, что другие пародии на Краша выглядят как унылая история о любви и ревности Если вы смотрите аниме и стоите, то лучше сядьте, ибо могут обратиться нехорошие ассоциации Ты, 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 ты мой рэн, я с тобой не дружу И контрошу с тобой, больше не напишу Я готова на все, правда всю расскажу Из девчонок своих сразу предупрежу Ухищена Тем временем канал Сантехник получает от нас премию за лучшую интеграцию человека в игру Сделанную в виде пародии Ты, ты, ты же мой рэн, я с контролем не дружу Я в каких баллы играл, но сервов же лечу Ты, ты просто не стой, я за вами киржи Недавно у сатира вышла пародия на Нелеточа И она, в принципе, чуть более чем полностью отражает сущность артиста Группа Литл Биг могла поехать в этом году на Евровидение Но китайский вирус сказал Грээээээк Группе только и оставалось, что сидеть дома и сходить с ума. Начинающие тиктокеры последовали их примеру. И не мудрено, что после одного только взгляда на тренды ютуба хочется смыть ноутбук прямо в унитаз. Другие тиктокеры вышли на улицы и подхватили тему безумия. В холодосе закончились продукты? Не переживайте! Майонез-то все равно найдется. А еще, если долго сидеть дома, то можно отправиться в кругосветное путешествие кукухой. Я не понял, уважаемый, ты как ледь смирительную рубашку снял? И тогда даже не придется готовить реквизит для клипа. Также можно элементарно сэкономить на клипе, если снимать его в игре. Например, в Майнкрафте. Все те, кто пародировал этот клип Little Big, наглядно показали, как можно снять музыкальное видео, не потратив на него 10 лямов. В этом ролике не тиктокер, Егор Шип уже светился как пародист. Пришло время посмотреть на артиста в роли жертвы пародий. А вы знаете, что Пикачу нас сильно заставили сниматься в этом клипе, а потом вообще оторвали ему голову, сволочи? Пика-пика-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Приближается Рой Бедрил, придется прерывать бой. Гринписа на них нет. А так эта песенка Мия Бойки стала идеальным источником для школьных пародий. А я не хочу-чу-чу-чу-чу-чу. В школу не хочу-чу-чу-чу-чу-чу. Уроки подучу-чу-чу-чу. Не обошлось без скрытой рекламы кроссовок. Что дальше? Эти дети запишут свой кавер на три полоски и раз-раз-раз это хардбас? А вы знали, что в прошлом году вышел любимый трек «Копадающая» из «Смешариков»? Каверы и пародии, на которые делают до сих пор. У нас было три проблемы при поиске пародий на этот трек, ибо поиск ютуба оказался засорен огромным количеством хоррор-подражаний от одного и того же чувака. И это какой-то театр постмодерна. Мало того, что он сделал кучу пародий, так еще и запилил топы из них. Может быть, нам тоже стоит сделать топ-10 роликов на АБП, попробуй не посмотреть. Помимо ютуберского задротства, есть еще и видеоигровое. Не перевелись еще и любители литералов. Это когда берется клип или трейлер и поется о том, что в нем происходит. Записали новый хит, всех с него тошнит, но нас не ебет, ведь песня тренды рвет, выпитила грудь вперед, лезет в катер и тилет. Посмотрел на сие безобразие, лидер ЛДП Ржириновский сказал свое. Хватит это терпеть! И тоже сделал пародию. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет и танцы унесет. Вот вы сейчас ржете, а у Жирика даже студийный альбом есть. Он полноценный исполнитель, черт возьми. Россия! Россия! Великая сила! С нетерпением ждем фит с Ильей Мэдисоном после того, как тот подтянет штаны. Итак, я собрала самые крутые треки 20-го года, а точнее пародии на них. Если я что-то случайно пропустила, то пожалуйста присылай в комментарии. И если этот ролик наберет 25 тысяч пальцев вверх, то я сделаю вторую часть. А но вообще еще буду не против, если ты поделишься этим роликом, оставишь любой комментарий и подпишешься на канал и нажмешь колокольчик. С вами была Вика, увидимся завтра, пока-пока!